Всем привет! В этом ролике я расскажу вам про шахматистку, которая попала в женский Челябинский супертурнир с третьего места занятого в турнире Статкинская осень Марину Евгеньевну Гусеву. Родилась она 5 августа 1986 года, представляет городское образование Фрязи на Московской области, является международным гроссмейстером среди женщин уже достаточно долго, международным мастером среди мужчин. Побеждала в высшей лиге чемпионата страны трижды, в 2021 году вообще набрала 8,5 из 9, выигрывала женский кубок России, есть у нее серебряная, есть медаль из командных чемпионатов Европы, суперфиналов. В этом году она заняла второе место в суперфинале чемпионата России среди женщин, вот уже в этом году. Представляете, насколько сильной была Статкинская осень, если там Марина заняла третье место. Ну и вообще, отличных выступлений у Марины много, я пожалуй остановлюсь, иначе, ну все все равно непросто будет перечислить. Является муниципальным депутатом городского образования Фрязина с 2020 года, то есть действующий депутат. Очень вообще активную позицию имеет в плане популяризации женских шахмат. Вела сайт в МНЧС, активно участвует в жизни Российской Шахматной Федерации и имеет очень хорошо поставленный дебют. То есть вот при подготовке этого ролика я, естественно, хотел опять же взять какой-то фрагмент какой-нибудь партии и вам рассказать. Но настолько здорово поставлен дебют, что давайте вот посмотрим всю партию. Марина играла белыми, черными играла Мария Насачева из Ижевска. В этой позиции можно было перейти в защиту Бинони со слоном на Ж2, но Марина, вот в этом ходом Д5, но Марина выбрала ход КЦ3 и после Ферзь С7, Ферзь Д3, КЦ6 пожертвовала пешку. Ну, мне очень понравилась эта идея, вне зависимости от того, насколько она корректна. Конем, если сейчас взять на С4, то черные потеряют важнейшую пешку Е7. И, по сути, черным приходится играть Конь Ж4. И после Ферзь БЦ4 выясняется, что Коня на Ф6 уже не вернешь, потому что будет перекрыт Слон Ж7. Белые слопают на Е5. И снова прицелятся к пешке Е7. После хода Конь А6 еще один четкий ход Конь Д5. Теперь, если черные сыграют Е6, то после Коня в 6 шах, висит Конь на Е5. Приходится брать, висит Конь на А6. То есть... Стоп, но здесь есть Ферзь БЦ4. Да, и после Слон БЦ6 грозит мат. Черным надо как-то от него заищаться. На Коне в 3 шах последует Ферзь БЦ3. А здесь... Ну, белые просто разменяются, съедят на Е8. И легко реализуют лишнее качество, так как пешку Е2 брать нельзя. Потому что... После Ладья АД1, чтобы спасти Коня, придется играть Е5. Теряется пешка Е5. Ну, считает Марина тоже очень здорово. В общем, черным пришлось заищать Коня на Е5. И после Коня бьет Е7. Белые закончили развитие. И выяснилось, что активность черных, начатая неудачным ходом, седьмым ходом Ферзь С7, привела к тому, что белые практически закончили развитие. Черный Конь оказался на А6. И, в общем-то, объективно, позиция черных является очень тяжелой. После Ферзь С7. Белые выиграли пешку. Вторглись Ладьей в обжорный ряд. И эту позицию мы оценим как совершенно выигранную. И действительно, Марина очень убедительно реализовала свой перевес. Закончив партию. Ну, вероятно, в средноде противницы натуральным матом на доске. Тоже ждем от Марины хорошей, качественной игры. И я уверен, что она тоже, если будет в хорошей форме, способна и первое место занять. Ну, и просто будет в борьбе за призовые места. Я пока не вижу аутсайдеров. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейстер Роман Ивечкин. Скоро будут следующие ролики.